Меня зовут Дмитрий, это зовут Воронеж Агромаш, группа компании Агрострой. Сегодня хочу вам рассказать про конвейерную сушилку. Точнее, частичная сборка у нас собирается, но расскажем про отдельные узлы. Итак, у нас часто задаваем вопрос, система цепной тяги, как же перемещается цепь и конвейер по верхнему и по нижнему ложу. Вот если обратить внимание, вот они, куски идут, цепи. Цепь тяговая, роликовая, пластинчатая, М112. То есть, если посмотреть, вот у нее есть ролики. Вот они, они. Они устанавливаются через каждый шаг у них, через каждые 10 сантиметров у вас идет ролик, ролик, ролик. И у нас в сушилке есть ложе. Вот оно, наше ложе. Есть верхнее ложе и есть нижнее ложе. Ложе сделано из жаропрочной нержавеющей стали, IC430. И, соответственно, у нас есть три вала. Два из них ведомых. А один ведущий. Ведущий вал у нас как раз вот он с вами отображен. На него вешается мотор-редуктор, но сейчас он не поставленный. И мы в процессе транспортировки его не ставим, потому что будет тогда занимать, ну, габаритные места, соответственно, будет не габарит. То есть он ставится потом, когда корпус сушилки вы поставили на фундаменты. Вот. И что происходит? Вот эти два куска цепи, какие мы сейчас показывали, роликовые, ставятся на вал с одной стороны и с другой стороны. И у нас есть три вала. Один ведущий и два ведомых. Один ведомый ставится здесь, наверху, его сейчас нету. И третий вал у нас ставится на конце корпусе сушилки. Соответственно, у нас с вами получается такой треугольник. И цепь ходит постоянно по часовой стрелке, да, если смотреть со стороны горелок. Вот у нас сюда ставятся горелки. Цепь у нас ходит по часовой стрелке. Постоянно. И как это происходит? Вот я попрошу оператора подойти к нам поближе. Вот оно есть, оцинкованное усиление и стройки. И у вас роликовая цепь ходит по этому усилению. Вот по этому усилению у вас ходит роликовая цепь. С одной стороны. И, соответственно, так же происходит этот процесс с другой стороны. Эти две цепи. Но между вот этими цепями, какие ходят по правому и левому корпусу сушилки, по кругу, есть цепные пластины, да, то есть они навариваются. И как раз у вас продукт перемещается. Они, точнее, транспортируют продукт по верхнему и по нижнему ложе. Так, теперь еще тоже хотелось бы отметить. Вот подойдите, пожалуйста, сюда к нам. Что у нас нету просыпа в камеру, где у нас воздух горячий собирается. Вот корпус сушилки, вот ложа. И между ними, вот обратите внимание, просыпа не будет. То есть ваша культура в камеру, где воздух у вас собирается, горячий, да, и попадает на верхнее и нижнее ложе, просыпа не будет. Давайте с вами проговорим, раз мы здесь стоим, про жаропрочное нержавеющие ложе. Как оно выглядит? Вот у нас часть ложи, какая работает на охлаждение. Перед выгрузкой, это зона охлаждения. Половина нижнего ложа работает на нагрев, и половина нижнего ложа работает на охлаждение. Вот давайте сейчас проговорим про охлаждение. Воздух холодный у нас, да, подается. Пойдемте вот сюда, сразу изначально к истокам. Отсюда у нас поступает температура окружающей среды, воздух. То есть если мы сушим при температуре плюс 20, соответственно воздух будет засадываться с температурой 20 градусов. Это и есть зона охлаждения. Вот пойдемте, я вам покажу. Вот это получается воздушные каналы, это называется. Она обматывается, изолируется теплоизоляцией, чтобы не было смещения воздушных масс, да, чтобы холодный воздух с горячим не соприкасался. И у нас, как я уже говорил, половина нижнего ложа работает на нагрев, и половина нижнего ложа работает на охлаждение. Вот сейчас мы объясняем зону охлаждения, как это происходит. Вот у вас культура здесь на выходе. Последние, получается, сейчас я вам скажу, сколько секций здесь. Последние три секции. Вот эта секция сушилки, вот эта секция сушилки и вот эта. Это зона охлаждения. Как работает она? Вот попрошу оператора подойти сюда, чтобы он увидел. Вот у вас вот эта роликовая цепь бегает, ходит, да, по конвейеру, то есть по ложе. Перемещает продукт вот по жалюзиному ложу. И вот эти вот отверстия, вот они, они. Через каждое, туда получается, 10 сантиметров есть между ними, да, то есть специальные спайки. И есть отверстия, по каким холодный воздух попадает, через них проходит и начинает остужать наш продукт, да, то есть как выходит влага с продукта за счет нагрева. Когда мы его нагреваем, начинает он выдавать влагу, да, то есть отделять. И теперь здесь же зона рекуперации есть в этой сушилке. Она входит в стандартную комплектацию. Как она работает? Вот она работает как раз в зоне охлаждения. Когда продукт мы начинаем охлаждать, соответственно, этот воздух можно подать обратно в сушилку. Вот оно, это место. Просто здесь сейчас самой рекуперации нету, но вот видно корпус, да, этой рекуперации. И как раз в зону нагрева, в камеру нагрева подается этот воздух. Вентиляторы, какие стоят вот здесь, какие работают на нагнетание, да, они забирают холодный воздух с улицы. В этот момент дует горелка. И этот воздух, она нагревает. А рекуперация у вас работает как раз, когда тепло начинает остужать. Соответственно, вот этот воздух теплый, он подогретый уже. Он попадает обратно в камеру нагрева. И у вас экономия топлива получается порядка 15-20%. Это входит в стандартную комплектацию конвейерных зерносушилок. А вот если брать там шахтный, жалюзиный, то это уже доп. опция идет там, да. Она стоит порядка 250 тысяч рублей. Вот смотрите, у нас здесь есть корпус сушилки оцинкованный и синяя балка, да, усиление, на какую, собственно говоря, кладутся ламили. Вот прошу обратить внимание, что на конвейерных зерносушилке Motum линейки просыпа, где воздух горячий у нас собирается, нету в камере горячего воздуха. Почему? Потому что синее основание очень плотно прикручено к корпусу сушилки, и просыпа не может быть, так как у вас продукт идет по верхнему ложу. Просто у конкурентов знают точно, что есть такие моменты. Вот в наших сушилках этого у вас не будет. Ну, а сейчас оператор снимает, получается, камеру, где воздух у нас уже горячий нагревается и нагнетается в эту камеру горячего воздуха. Здесь у нас с вами горячий воздух поступает под верхняя ложа, как раз проходит через эти планочки, вот какие я вам показывал, жаропрочной нержавеющей стали, да, IC430-й, и начинает нагреваться у нас продукт. Соответственно, когда мы продукт нагреваем, у нас с него отделяться начинает влага. Но самые интересные и задаваемые часто вопросы у клиентов, как же горячий воздух поступает под нижнее ложе. Вот здесь у нас есть место, куда ставится кожух переброса горячего воздуха под нижнее ложе. С камеры, где воздух у нас горячий собирается. И он начинает перебрасывать его вот сюда, под нижнее ложе. И как раз, как я уже повторялся, половина нижнего ложа работает на нагрев, и половина нижнего ложа работает на охлаждение. И вот здесь у нас горячий воздух начинает проходить через эти жаропрочные нержавеющие ламели. Вот они, отверстия у нас, вот они. Через них он проходит и начинает прогревать продукт. Нижняя и верхняя ложа, чтобы вы понимали, никак не греется. Просто есть понимание у клиентов, что за счет того, или конкуренты, в частности, очень часто говорят, что прогревается ложе, и получается типа как сковородка. Нет, сковородки здесь абсолютно нет никакой, потому что воздух проходит через эти ламели, это раз. И во-вторых, за счет того, что конвейер продвигает продукт, сковородки здесь нет никакой. Здесь у нас установлены осевые вентиляторы, да, то есть вентиляторы нагрева. И они забирают воздух, вот они, отверстия, да, за счет нагнетания. То есть воздух нагнетается в сушилку, в горячую, да, зону воздуха. Они у нас сделаны, но мы запонятовали эту технологию, у нас смещены лопастя, да, то есть уровень атаки лопастей. То есть мы порционно воздух выбрасываем, в отличие от других конкурентов, у нас уровень атаки лопастей изменен. Что это нам дает? Это дает нам. У нас, вот посмотрите, какая зона нагрева. Очень большая, да, она шириной 3 метра и длиной, ну вот условно говоря, там где-то в районе 5-6 метров, да. Если мы возьмем с вами лазерный измеритель температуры и померяем, в разных зонах у вас будет разная температура воздуха. А это, собственно говоря, и влияет на качество нагрева. У вас в разных зонах зерно начинает нагреваться с разными температурными показателями, а это дает неравномерность сушки. Вот как раз мы здесь с этими вентиляторами и с углом атаки лопастей поборолись с позицией того, чтобы зону, где воздух у нас собирается, воздух подавался порционный и равномерно, чтобы вы это понимали. Вот, а теперь что касаемо этих лопастей. Вот они у нас, как раз и есть эти лопасти, да, то есть какие нагнетают воздух, сушилку, да, то есть и вот мы сейчас можем запустить вентилятор, показать, как проходят испытания, да, то есть каждого вентилятора у нас на заводе, да, то есть не просто тупую вставляем, а реально испытываем. Это получается, здесь происходит балансировка его, да, и вот здесь сварка и так далее, то есть здесь его балансирует, он не подкрашенный, то есть, ну вот в таком виде его балансирует здесь у нас, получается, на заводе. Снимаем. И ты потихонечку добавляешь, да? Он же будет засасывать, да, сейчас оттеним? И вот так у нас получается, забирается воздух, подача. Торелки нагреваешь. И воздух у нас идет вот сюда. Мы их балансируем здесь, то есть мы вентиляторы делаем сами. Я точно знаю, что конкуренты все производят, и для них москва, это на самом деле правда, да, то есть, а мы свои вентиляторы делаем сами. Вот это, получается, как раз у нас и есть лопастя, и у них изменен угол атаки, вот он, посмотрите, да, то есть, для чего он изменен, вот они, видите, своеобразные, да, то есть, конические лопастя, то есть, они выбрасывают воздух порционно, как раз то, что я говорил в камере нагрева, и за счет этого у вас идет равномерная сушка, да, то есть, из своей практики могу сказать, что у меня лично был на подсолнечнике, масляничном, разбег по влажности до 2%, и вот, как я уже говорил, у него ребро срезано, да, то есть, грамотно, чтобы угол атаки... Это для увеличения входного... Воздуха, да, потока, да, чтобы равномерная подача была в камеру горячего воздуха. И еще, да, то есть, основное отличие сушилки, мотом, получается вот в каком моменте. У нас вот с вами идет зона охлаждения, после зоны охлаждения продукт у нас начинает через жало подаваться в цепной транспортер. Хочу отметить, цепной транспортер не в шнековой, да, то есть, у конкурентов... Хотя, давайте я вообще не буду говорить за конкурентов, просто буду рассказывать про нас, да. Мы единственные в России, кто делает в конвейерной сушилке цепной конвейер. Для чего это нужно? Основные травмации и бой зерна происходит у вас в транспорте. Это нори, транспортеры, порядка 60% боя идет именно в транспорте, да. И, соответственно, шнековый транспортер – это, ну, своего рода мясорубка, да. То есть, это не самое лучшее эффективное решение при перемещении из точки А в точку выгрузки, да. Точка А мы берем за основу, точка Б – это выгрузка сушилки, да. И мы поставили цепной транспортер тяговой на цепи, называется транспортер ТСЦ-50. Ну, тут в зависимости от сушилки, да, соответственно. У него идет футерованное дно из высокомолекулярного полиэтилена, вот 10-миллиметровое. Далее у него идут скребки и... Что еще можно за него отметить? То есть, и, кстати, тоже преимущество. Здесь обычно на шнековом выгрузке она бывает либо здесь, либо в середине, либо с края, да. То мы здесь за счет того, что мы можем наращать шахты, мы можем подать выгрузку на 5 метров от сушилки на 7, ну, то есть, в норийную вышку там или еще. Все в зависимости от технических задач, да, какие есть у клиента. И еще здесь есть окошки, да. Вот они, обратите внимание. У них окошко получается где-то 50 на 70. Это так называемое, если в случае, если пойдет там подпор в сушилке, эти окошки открываются, и у вас начинает сушилка выгружать весь продукт на улицу. Ну, понятное дело, что придется лопатой немного, да, то есть, отскребать, потому что до уровня до этого поднимется, и продукт больше не пойдет. Но, тем не менее, можно ее в случае аварийных каких-то... Ну, то есть, аварийных ситуаций ее можно разгрузить. На транспортере мы ставим арку Bonfigliolet. На сушильный бункер ставятся сверху сушилки и служат буферной емкостью, где у вас влажное зерно начинает, ну, объем зерна собирается в нем, да, то есть, буферной емкостью, где влажное зерно у вас скапливается для того, чтобы подаваться на ложе. Как оно работает? То есть, у вас сверху есть механизм загрузки, лоток входной, так называемый, да, в этот лоток у вас поступает зерно, и есть здесь три индикатора. Это датчики флажкового типа, какие определяют уровень, да, заполненности сушилки на сенсорном управлении, да, то есть в пульте управления, где сидит оператор. Это нижний уровень, это средний уровень и верхний уровень. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы определять уровень заполнения загружимости сушилки, да, то есть влажным продуктом. Соответственно, диапазон работы всей сушилки определяется на двух уровнях. Это верхний уровень и средний уровень. Этот буферный емкость, точнее, может загружать ее силос, но из-под силоса загрузка от снория происходит, из-под бункера накопительного. Это может быть из-под машины и также может быть с автоприема. То есть у нас с вами есть электрическая задвижка. Она подключена также в пульт управления сушилки, как и нория загрузная. У нас с вами сработал индикатор средний уровень. Задвижка автоматически открывается, продукт у вас начинает загружаться. Как только у вас сработал датчик, на сенсоре отобразился, что верхний уровень заполнен, задвижка автоматически закрывается, и сушилка нория перекращает подавать продукт, и продукт начинает обратно спускаться. То есть работа всей сушилки на вот этих двух датчиках. Если по каким-то причинам задвижка там забилась, то есть застрял концевик, не сработал еще чего-то, и у вас уровень опустился до нижнего уровня, в сушилке, соответственно, у вас автоматически сработает защита, и выключатся вентиляторы и горелка, для того, чтобы не было возгорания. Теперь, что касаемо задвижки, то есть как она здесь работает. Вот здесь стоит задвижка, какая регулирует высоту слоя. Если вы с вами помните, на сушилке там смотрели индикатор, а точнее шкалу отображения загрузки слоя, то как раз есть определенный механизм, какой регулирует эту высоту слоя. Вот там загрузка, когда мы делаем, у нас задвижка здесь и регулируется, заслонка. И эта заслонка стоит по всей ширине буферной емкости, то есть на сушильного бункера. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы слой был равномерный по всей ширине сушилки. Это тоже очень сильно влияет потом у нас на качество нагрева, соответственно, у нас будет потом разбег по влажности. Если у нас с одной стороны сушилки будет 10, высота слоя 10 сантиметров, здесь будет 8, и с этого края будет 7, или там, допустим, 20, 15, 17. Это все будет влиять на качество нагрева. А когда мы нагреваем продукт, соответственно, и на влажность будет. Разбег по влажности будет большой. Ну и у нас есть здесь окошко, для того, чтобы в буферную емкость можно было залезть, в случае чего обслужить ее. Ну и вот здесь как раз есть дополнительные окошки. Вот они. Это чтобы оператор мог видеть, да, то есть заполняемой сушилки. Вот они. Как, насколько у нас зерном сушилка, сушильный бункер заполнен. И здесь у нас с вами есть как раз крепление. Сюда вставляется датчик, какой определяет температуру зерна на входе. Видите, да, конструкция полностью на болтах. Сварки нет здесь вообще. То есть у нас есть производство, какое позволяет нам это делать, да. То есть понятное дело, что это ремонтопригодность, это соосность, это эстетика, качество сборки. Но основное преимущество, мы сейчас разбираем момент, чтобы самые ходовые сушилки, мы понимаем, что это от 10 тонн в час до 25 тонн в час. И мы сейчас решаем вопрос позиции логистики. В основном на этих сушилках всегда нужен трал и фура. Вот мы сейчас прорабатываем вариант, чтобы можно было грузить эти сушилки 10 тонн и 15 тонн и 20 тонн и 25. Соответственно, на один трал и упаковку делать, чтобы можно было вести на одном трале. Не на трале и фуре, потому что это удорожание идет. Если мы везем там в Иркутск или в Красноярск, либо еще в какие-то регионы по Волжье, сами понимаете, да, то есть это дополнительные 300, 200, 100 тысяч, но они накладываются.